День независимости У меня тоже все хорошо У меня к вам есть несколько вопросов Отвечайте честно Вопрос, конечно же, про фабрику звезд Ну как это обойти стороной Что это было для вас И дало ли это огромный толчок для вашей карьеры Ну конечно, это для нас был большой старт Потом мы обрели наше все Это наших продюсеров То есть они нас обрели, конечно Ну и вы их тоже, наверное Скорее всего мы их обрели Мы нашли друг друга на фабрике звезд Байгали Серкибаев, Ринат Гайсин Я думаю, что, наверное, всем известно уже теперь Вот Сейчас мы уже работаем Как год На самом деле фабрика уже далеко позади Это был отличный старт И сейчас У нас происходят всякие разные интересные Жизненные Всякие движения Действия События, да Которые еще много сюрпризов впереди ждет Поэтому фабрика звезд, конечно, дала нам все Все, что могла дать, наверное Максимально Все-таки трамплин Ну да, я думаю, хороший был трамплин у вас Подкинула так Как подбросила и теперь мы там Ну а как насчет новой волны? Что вам дала новая волна? Ну для каждого артиста новая волна – это, наверное, нечто новое Она открывает еще большие перспективы на будущее Потому что и аудитория, которая смотрит новую волну, это несколько сотен Даже, извиняюсь, двести миллионов Вот даже конкретика, да? Двести сорок с чем-то Миллионов Все и сынга смотрит Так что я думаю На самом деле я желаю каждому артисту попасть Это большая школа Там работают большие профессионалы Просто познакомиться, потусоваться Там дорогого стоит Новая волна Заняли четвертое место достойное Вот Я думаю, не посрамили славное имя казахское Ну я тоже так думаю А я слышала, что вот на новой волне очень за вас болел Аркадий Укупник Это правда? Ну не только Аркадий Укупник Не только Что вам приятно было Раймонд Паулс Даже не думали, что он как-то обратит на нас внимание Потому что все знают, что он такой У него такие избалованные вкусовые рецепторы Он так Да, он очень смотрит внимательно Да, и Аркадий Мы увидели интервью Аркадию Укупник У него спрашивают какой-то российский канал И они говорят А как вам конкурсанты? Он говорит Мне понравились казахи Они говорят Ну там хотят перетянуть на себя Он говорит Ну вы скажите про наших российских участников Он говорит А кто там был? Они такие говорят Ну да, был я Йоева Что-то стесняется, так ему подсказывают Он говорит Нет, казахи это моё Очень весно Как приятно было слышать эти слова Ну что приятно Он сказал эти слова Потом он нас позвал на свой юбилейный концерт 60 лет в Кроку Сити Холле Подарил нам песню «Туман» Красивая песня Она уже есть в сетях Здорово Вот И там мы выступили Бегалер Мекович Очень был рад нами Почему-то Он не ожидал Он особенным был рад Что мы не были каким-то вставным зубом На этом концерте Кстати, на том вечере был Филипп Киркоров Была Лариса Долина Был там Короче, весь цвет российской эстрады И не было студия, кстати А ДЖИС были? А ДЖИС были? Очень странно Ребят, вы очень круто спели тогда «Новой волне» И хотелось бы услышать сейчас В эфире хит тебе эту самую песню Пожалуйста Встречайте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В Россию. И так получилось, что мы там чаще выступали, но сейчас очень приятно, что все-таки мы вошли в этот конвейер казахских, казахстанских концертов. Мы очень рады этому. Ну какая песня у вас на казахском языке? Самая популярная, самая любимая? Кундирая, пожалуйста. Расскажите про нее подробнее. Кто автор, как вообще она родилась, ее история. Написали эту песню, вообще могу рассказать вообще нашу такую закрытую историю, как родилась эта песня. Мы ехали с дядей Реной, наш продюсер Ренат Гайсин, Алишер, я ехали в машине как-то вечерком таким теплым. И Алиш, садясь в машину, начал какую-то мелодию напевать, просто. И дверь закрыл-то, хлопнул, и Рената, я сидел на переднем сиденье, как раз, и Ренат говорит, Алиш, что ты спел? Ну-ка еще раз напой. Как там? Я так понял, что сразу у Рената родился какой-то припев. В этот вечер мы, кстати, написали первую аранжировку на эту композицию, и Ренат пропел демку и отправил ее дяди Борю в Москву. И когда дяди Борю слушает там, он говорит, у меня, говорит, прокатилась слеза по щеке. Но, это так, они шутят между собой, но, на самом деле, очень интересная песня. Вы же знаете, что каждый артист учит по демо-версии композитора. Ренат Гайсин так поет, что реально. Да, он ее так спел, просто там, ах, вот так вот. Ну, интересная история, и раз уж разошла речь об этой песне, очень хотелось бы ее также услышать в нашем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитров А. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитров А. Субтитров А. Субтитров А. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитров А. Субтитров А. Субтитров А. Субтитров А. Субтитров А. Субтитров А.